Привет, ребята! Крис Хэрри на связи. Сегодня мы с вами будем готовить 5 быстрых и полезных блюд с малым содержанием калорий, которые позволят следить за формой и набирать сухую мышечную массу, ведь количество белка будет весьма высоким. И эти блюда позволят создать нужный для прорисовки дефицит в калориях. Но даже такой дефицит для поддержания стройного тела, когда вы потребляете меньше калорий, чем их сжигаете, не означает, что вы на 100% заправляете свой организм правильным топливом, которое позволит вам тренироваться на пике, быть сильным и наращивать сухую мышечную массу. Именно для этого мы с вами сегодня собрались. Будем готовить блюда, которые закроют все насущные вопросы и дадут вам результат, если его еще нет. Но даже если для вас не стоит задачи сбросить вес, 5 блюд, которые мы сегодня приготовим, помогут вам оставаться в нужном калорийном диапазоне для поддержания уже существующей формы без набора балластных килошеков. Именно такого принципа питания я придерживаюсь уже более 10 лет к ряду. В общем, хватит болтать. Надеюсь, что вы проголодались, ведь мы открываем сегодняшнее кулинарное шоу от Криса Хэрри, которое поможет вам следить за своей формой и набирать мышцу. Приступаем к первому блюду. Для приготовления нам понадобится 220 грамм курицы, 3 четверти чашки брокколи, чашка шпината, чашка батата и четверть чашки нарезанного лука. Курочка уже на разделочной доске, давайте ее распополамим, чтобы она быстрее приготовилась. После того, как разрезали курицу, давайте ее посыпем универсальной приправой. 0 калорий. Готово, в специях обваляли. Далее курочка отправится жариться, однако для по-настоящему царского вкуса и запаха мы еще добавим лука. Поджигаем плиту, ставим на средний огонь. Сбрызгиваем сковородку, спреем из авокадо. Пшик-пшик. Дам огню набрать обороты и затем отправлю курочку загорать и покрываться золотистой корочкой. Нарезаем лук. Если вы хотите, чтобы лосось, курица, стейк, да любое мясо максимально раскрыло свой аромат, просто добавьте немного лучка. Мы используем четверть чашки. Сковорода разогрелась, время жарить курицу. Долго на огне ее не держим, потому что кусочки тонкие и чтобы они не сгорели, будем обжаривать их 2-3 минуты. Спустя пару мгновений и добавим нарезанный лук. И пока вся эта красота готовится, приступим к обработке брокколи. Здесь у нас половина чашки. Но я прям обожаю этих зеленых ребят с прической афро, поэтому давайте возьмем три четверти чашки. Как там курочка? Вы только гляньте на эту красоту. А запах-то? А корочка? Добавим лук и еще больше раскроем аромат. Ну а пока на сковороде кипит работа, мы займемся очередным продуктом. Беремся за батат. Можно его просто нарезать, а можно снять кожуру. Так, курица выглядит сочной, похоже, можно ее снимать с огня. Дякие извинения. Забыл я взять лопатку, поэтому буду весь выпуск ковыряться вилкой. Лук покрылся позолотой, и его тоже снимаем с огня и кладем на курочку. Запах невероятный. Мы уже практически закончили с блюдом. Выкладываем на сковороду брокколи, ну и, конечно, для вкуса добавляем универсальный набор приправ. Также не забываем про лук, который усилит аромат и вкус зеленых пушистиков. Ну а пока идет жарко, давайте порежем батат. Делайте это как душе угодно. Мне больше нравится нарезка ломтями. Это и легче сделать, да и готовка будет более быстрой. Так, брокколи уже на подходе. Много ее готовить не нужно, хватит буквально трех минут, чтобы она просто стала чуть мягче. Выкладываем всю эту красоту на тарелку. Выглядит очень аппетитно. Начну заполнять вторую сторону тарелки. Там будет шпинат, аж целая его чашка. Шпинат тоже сбрызгиваем маслом авокадо. Солим, перчим по вкусу, главное здесь не переборщить. Давай, родненький, впитывай все ароматы. Если вы не являетесь большим фанатом шпината, просто припустите его на сковороде, он существенно уменьшится в размере, и целую чашку будет съесть намного легче, да и по вкусу он будет в миллион раз лучше, если его припустить. Шпинат готов. Выкладываем его на тарелку. Остался только батат. Давайте его тоже по вкусу приправим специями. Это по желанию. Соль, перец, немного спрея из масла авокадо, и приступаем к жарке. Нарезал я слишком много картофана, использую только одну чашку. Если положить руку на сердце, то замороженные палочки из батата на порядок бы нам облегчили жизнь. Закинул в духовку, и делов-то. Быстро и легко. Наш способ приготовления хоть и занимает чуть дольше, но зато я на 100% уверен в качестве продукта и из чего он сделан. Так, давайте приступим к подаче. Конечно, в Мишленовский ресторан за такую красоту меня не возьмут, но главное, чтобы было вкусно и полезно. Первое блюдо готово. Целиком оно содержит 449 калорий, 32 грамма углей, 12 грамм жира и 49 грамм белка. А витаминов и микроэлементов и не перечесть. Для сравнения давайте посмотрим на раскладку по составу закрытой пиццы. 580 калорий, 72 грамма углей, 25 грамм жира и всего 18 грамм белка. О полезных веществах и говорить не приходится. Ну и нам остался финальный штрих. Провести дегустацию. Курочка, лук и припущенный шпинат. Бог ты мой, это прям произведение искусства. Батат прекрасен. Обязательно попробуйте его. Стефан, что скажешь? Десяточка. Вкуснятина. Ну а у нас на очереди следующее блюдо. Буррито с индейкой. В одной порции будут две штуки. Для приготовления нам понадобится Две лепешки, 220 грамм индюшачьего фарша, четверть чашки лука, две столовые ложки кинзы, четверть чашки помидор и четверть чашки нарезанного шпината. Приступим. Для начала поджигаем плиту, разогреваем сковородку, сбрызгиваем маслом авокадо и оставляем нагреваться. В упаковке грамм 400 фарша, поэтому возьмем примерно половину, что как раз и составит плюс-минус необходимое нам количество индюшки. Я обожаю индейку, потому что это очень, очень постное мясо и белка в нем приличное количество. Так, давайте сдобрим индюшку универсальным набором приправ. Проверим сковороду. Отлично, она разогрелась. Выкладываем индейку. А между делом я займусь нарезкой лука. Красотища. Быстренько поперчу и посолю всю эту красоту. Старайтесь контролировать процесс готовки и следить, чтобы ничего не подгорело. А если видите, что чуть-чуть проворонили и мясо пригорело, то просто убавьте огонь, дилофта. Пока индейка готовится, займемся приготовлением остальных продуктов. Будем нарезать четверть чашки томатов и четверть чашки шпината. Примерно вот такая горстка. Белок готовится ориентировочно 3-4 минуты, поэтому снимаю индейку с огня, пока заканчиваю с остальными ингредиентами. Давайте быстренько покромсаем шпинат. Ну и напоследок вспоминаем про 2 столовые ложки кинзы. Примерно вот такая вот горочка. Кинза существенно усилит аромат блюда. Индейку сдвигаем в сторону и беремся за лепешки, которые специально обжарим на этой же сковороде, чтобы тесто впитало все вкусы. Оставим кругляши разогреваться в течение полутора минут. Если вам нужно быстро приготовить что-то вкусное и полезное, это блюдо будет прекрасным решением. Лепешки почти готовы. Снимаем их с огня. Ну и нам лишь остается нафаршировать наши така или буррито, завить их как душе угодно. Кладу белковый ингредиент, индейку, с луком в центр. Ну и сверху укладываю помидорки и посыпаю всю эту красоту кинзой. Ну вот и все. Наши вкусные и питательные така с индейкой готовы. Две штуки — это одна порция, которая содержит 468 калорий, 33 грамма углеводов, 21 грамм жира и целых 53 грамма вилка. Постное блюдо для поддержания формы, но высоко вилковое, чтобы набирать сухую мышечную массу. И снова давайте сравним мое блюдо с альтернативой, например, с Биг Мак Комбо из Мак Дака с бургером и средней картошкой. В этом блюде 928 калорий, 92 грамма углей, 50 грамм жира и всего лишь 30 грамм белка. Давайте проведем дегустацию. Кусаем и наслаждаемся. Лепешка получилась хрустящей. Фууу, а кинзато. Божественно. Да. Прямо в точку. Так точно. Это очень вкусно, очень. Приступим к блюду под номером 3. Моя любимая и классическая курица с овощами. Нам понадобится Одна чашка овощной смеси. Морковка, горох, фасоль и бобы Эдамаме. 220 грамм куриной грудки, пол чашки перцев, четверть авокадо и четверть чашки нарезанного лука. По традиции начнем с разогрева сковороды для обжарки курочки. Выставим на малый огонь, чтобы успеть обработать белок. Так и в первом блюде разрежем курочку посередине. Так, курица готова. Давайте посыпем ее специями, обваляем целиком. Пока курица готовится, выставим плиту на средний огонь, чтобы курочка не превратилась в угли. Ну и чтобы у нас было достаточно времени, чтобы приготовить остальные ингредиенты, среди которых будет четверть чашки лука. Нарезаем его, и получается четверть чашки. Конечно же, я понимаю, что вилкой не рекомендуется скоблить поверхность сковородки, поэтому я буду предельно аккуратен. Жалко, что не взял лопатку. Но тем временем нарежем пол чашки болгарских перцев. Переворачиваем курицу. Перчики готовы и просто жаждут оказаться на сковороде в этой прекрасной компании, чтобы добавить вкуса. Убавлю огонь, чтобы ничего не подгорело, и я успел подготовить оставшиеся ингредиенты. Берем четверть авокадо. Ну а эта часть блюда уже готова освободить сковороду. Очень надеюсь, что после этого вы перестанете смотреть в сторону фастфуда. Да и в ресторане подобные блюда часто подают с большим количеством соуса и разных добавок, чтобы было повкуснее, только вот это очень спорный вопрос. Касатики мои, вы только посмотрите на это. Жареная курица, обжаренные перцы и лук. Пальчики оближешь. Мы уже почти на финише. Осталась чашка овощной смеси. Вываливаем и обжариваем. Еще мне очень нравится добавлять в это блюдо жидкие аминокислоты. Они усиливают вкус, и в них всего 5 калорий. Немного вы сбрызнем. А знаете что? Давайте-ка я еще добавлю немного лучка для вкуса. Ну и помните, что мы используем все ту же сковородку, на которой готовили курицу, поэтому запахи все усиливаются. Пока овощи доходят, займемся финальным ингредиентом, авокадо. Четвертинка как раз получится, если разрезать половину и еще в половину. Мы на финишной прямой. А запах какой знатный. Когда увидели, что лук стал золотистым, знайте, что пора убирать сковороду с огня. Приступим к сервировке. Авокадо не только добавит вкуса нашему блюду, но также насытит нас полезными жирами, которые будут вишенкой на торте БЖУ. Блюдо готово. Одно из моих самых любимых. Курица с овощами. Вся тарелка целиком содержит 475 калорий, 26 грамм углеводов, 18 грамм жира и невероятный 53 грамма белка. Это не считая всех витаминов, минералов и вкуса. Чтобы у вас было понимание, в сравнении с блюдом из фастфуда. Например, два кусочка пиццы и две хлебные палочки из Папа Джонс содержат 928 калорий, 128 грамм углеводов, 30 грамм жира и всего лишь 31 грамм белка. Ну и нам остается провести с ребятами самое главное – дегустацию. Я открою ее и попробую сначала курочку, которая, впрочем, как мы уже знаем, ооочень вкусная. А овощи-то какие? Ууу! Фантастическое буйство вкусов. Давайте, парни, пробуйте. Стефан, что скажешь? Восхитительно. Но так у меня в сердце. Ладно, переживу. 10 из 10. И следующее блюдо у меня в фаворитах. У нас на очереди салат с лососем. Это блюдо, кстати, довольно часто можно встретить в Майами, его много где подают здесь. Нам понадобится 170 грамм лосося, четверть чашки лука, одно вареное яичко, пол чашки помидоров, две чашки зелени, грамм 30 маленькой морковки и примерно пол лимона для заправки всего блюда. Но можно использовать вообще любую низкокалорийную заправку. Просто помните, что в этом случае состав БЖУ может поменяться и не в лучшую сторону. Начинаем по классике жанра с разогрева сковороды. Пока сковородка разогревается, давайте приправим лосось смесью специй. Сегодня по специям особо не заморачиваемся. На 7 бед у нас один ответ. Тщательно обваливаем рыбу, но без фанатизма. Вкус лосося прораскроется вместе с луком. Ну что, этот прекрасный и сочный кусок рыбы готов отправиться на сковороду. Лосось чрезвычайно богат омега-кислотами, которые являются полезными жирами для регулирования гормонов, энергии для тренировок и работы мозга. Нарезаем лук примерно четверть чашки, даже чуть меньше. Бросаем его на сковородку. Когда дело касается обжарки лососи, то есть один трюк, чтобы узнать о готовности. Когда боковинки начинают менять цвет на персиковый. Видите, цвет поменялся, значит можно переворачивать. Вот, посмотрите, идеально. А пока лосось доходит, мы займемся салатом. Перед подачей хорошенько помоем зелень. На блюдо у нас уйдет две чашки. Проверяем лосось. По боковинке можно легко заметить, что он уже практически готов. И это блюдо, похоже, у нас будет самым быстрым в приготовлении. Подача уже близка. Снимаем сковороду с огня и заканчиваем приготовление салата. Нарезаем пол чашки красивых и спелых помидоров. Также вырезаем четверть целого авокадо. Так, готово. Выкладываем его в миску. Осталось совсем чуть-чуть. Берем вареное яичко и смело режем его на две половинки. И наш прекрасный обжаренный лосось кладем в середину. Дело остается за малым. Выкладываем остатки лука и затем по вкусу добавляем свежий выдавленный лимонный сок. Ну вот и все. Фирменный салат с лососем от Криса Херрия готов. Кто скажет, что это не тянет на произведение искусства? Это блюдо содержит 437 калорий, 20 грамм углей, 18 грамм жиров и целых 46 грамм белка. Ну и для яркого сравнения давайте возьмем хрустящую курочку из KFC с печенкой и картофельными дольками, где 960 калорий, 78 грамм углей, 52 грамма жира и 43 грамма белка. Ну и нам остался финальный штрих в этом акте. Дегустация. Начнем с лосося. Какой же он нежный получился. Это просто объедение. Ну и заправка лимоном сделала свое дело. Все эти свежие ингредиенты ярко раскрывают свои вкусы. Будто кушаешь блюдо с дачного участка. Дико вкусно. Ребята, вы обязаны попробовать. Это космический салат. Да-да-да. Я не такой большой любитель салатов, но это круто. Нашим финальным блюдом на сегодня будут куриные тако. И снова на одну порцию придется две штуки. Нам понадобится две шпинатные лепешки, пол чашки шпината, 220 грамм курицы, пол чашки помидоров, четверть авокадо и четверть чашки нарезанного лука. Вы уже знаете, что первым делом разогреваем сковороду на среднем огне. И с курицей вы знаете, что делать. Разрезаем пополам. Посыпаем специями. Вы скоро станете мастерами в работе с курочкой. С любовью кладем ее на сковороду. Бам! Так. Ну и нарезаем горячо любимый мною лук. Любое блюдо заслуживает немного лука. Жду пока одна сторона курицы обжарится, потом переверну на другую и добавлю к обжарке лук. А между делом займемся остальными ингредиентами. Берем пол чашки шпината, извлекаем четверть авокадо из целого плода, ну и нарезаем пол чашки помидоров. Для усиления вкусовой палитры блюдом можно добавить немного болгарского перца. Конечно, он чутка сдвинет баланс БЖУ, но этот сдвиг будет совсем малепусенький. К тому же болгарский перец богат витаминами и минералами. Проверяем курочку и переворачиваем. Как и с лососем, если боковинки начинают менять цвет, но верх еще сыроват, вот тогда следует переворачивать на другую сторону, особенно такие тонкие кусочки. Бросаем лук. Как-то суховато у нас на сковороде. Углей есть не хочется, поэтому сбрызгиваем маслом. Готовка любого из этих блюд укладывается в 10 минут. Это ведь так быстро. Даже доставка блюд занимает больше времени. Тут Крис, конечно, лукавит. Он не учитывает время на поход в магазин и уборку кухни, но это действительно мелочи, да и навык готовки очень может пригодиться в семейной жизни и для расширения кругозора. Вы только гляньте на этот белок. Слюнки текут от такого зрелища. Возвращаемся к плите, чтобы поджарить лепешки, которые объединят все ингредиенты в одно красивое блюдо. Много держать их не нужно, буквально пару минут. Пока я жду лепешки, займусь нарезкой курицы, чтобы презентация была на уровне мишлен. Настало время сервировки. Начнем с создания зеленой подушки в лице шпината. Затем поверх зелени выкладываем курицу. Красиво и аккуратно. Сколько же здесь белка-то. Одно заглядение. В простой забегаловке вам такую красоту не подадут. Кладем карамелизированный лук. Ну и сверху размещаем помидоры и авокадо. Кажется, готово. Фирменная, полезная и наивкуснейшая куриная шаурма Тире Тако от Криса Херрия готова. В этом блюде всего 498 калорий, 46 грамм углей, 22 грамма жира и целых 59 грамм белка. Для сравнения, в комбо-боксе Тако Белл с тремя Тако и Начос аж целых 1370 калорий, 138 грамм углей, 70 грамм жира и 49 грамм белка. В нашем блюде больше белка и на целую половину меньше калорий, не говоря уже о составе ингредиентов и их свежести. Настало время апогея апофеоза. Дегустация на очереди. Поехали. Возьму вот эту вот лодочку. Это довольно большой Тако. Погнали. Мне нравится хруст лепешки, который мы поджарили. Вам точно понравится. Пробуйте. У нас целых три опытных дегустатора, чтобы мнение сводилось не только к моим ощущениям. Ну вот и все, господа и дамы. Пять быстрых и полезных блюд с низким содержанием калорий и большим содержанием белка, которые помогут вам следить за весом и одновременно наращивать сухую мышечную массу. И каждый из приготовленных блюд содержит до 500 калорий и готовится около 10 минут. Надеюсь, вам они понравятся. Обязательно попробуйте их приготовить и делитесь своими успехами в комментариях, ведь не попробуешь, не узнаешь. Набивайте руку в готовке, чтобы не только быть сильным атлетом, но еще и хорошим поваром. Ставьте палец вверх, если видео зашло. Ваши комментарии и реакции на выпуски очень помогают Ютубу правильно настроить алгоритмы и показывать озвучку большему количеству любителей воркаута и Криса Херри. И если у вас есть предложения по озвучке новых выпусков, обязательно делитесь своими мыслями в комментах. Мы обязательно выберем наиболее интересное предложение и запустим его в работу. Также рекомендуем вам попробовать приложения Херрия Про и Тенекс в магазинах Apple и Google Play, ведь Крис и его команда проделали колоссальную работу, сделав очень качественные программы для любителей воркаута. В них вы найдете массу тренировочных программ, по которым занимается сам Крис, и программ, которые он составил специально для создания прорисовки и набора сухой мышечной массы с детальными рекомендациями и советами. Прямо персональный тренер Крис Херрия в кармане. Подписывайтесь на наш канал, подключайте уведомления, нажав на колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск, который мы публикуем два раза в неделю. Огромное вам спасибо за просмотр и вашу реакцию на наши озвучки. Вы лучшие. Всех обнял. И до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok